Добрый день, уважаемые телезрители! Дорогие друзья, в эфире программа «Формула вероятности», программа о политических прогнозах аналитики происходящего в России и мире. Сегодня тема нашей беседы — это запас прочности российской цивилизации. Я рад представить наших уважаемых экспертов. Это посол по особым поручениям республики Сан-Марина Юрий Валерьевич Алексеев. Добрый день! И также с нами сегодня Виталий Николаевич Бородин, заместитель руководителя МАП. Это молодежная ассоциация «Антикоррупционная платформа» при партии «Единая Россия», Виталий Николаевич, огромное вам спасибо. Уважаемые коллеги, давайте поговорим на актуальную тему. Мы находимся, наша страна, в режиме санкций. Юрий Валерьевич, вы представляете страну, которая не присоединилась к санктам западных государств. С другой стороны, мы видим, что вот эти санкции и информационный натиск, экспансия существуют на фоне какого-то народной любви к нашему президенту Владимир Владимирович Путину. Носят майки с его портретами. Я сам неоднократно был в Европе, в Италии. Все говорят, мистер Путин, very strong, powerful и так далее. То есть, действительно сильный президент. И в Китае об этом говорят. Но тем не менее, вот почему у Сан-Марины такая особая позиция, как у государства? И как вам видится с европейскими глазами запас прочности российской цивилизации? Ну, вопрос важнейший. На самом деле, страна с древнейшей историей, 1700 лет. И действительно, войны бушевали каждое столетие по несколько событий горячих. Вот стране удавалось за счет такой дружелюбности, дипломатии, ну где-то может быть и гибкости, но такая мудрость народная. Ну и в общем-то, на самом деле, авторитета всенародного. Потому что истинная демократия, как я так скажу, народное самоуправление, реализованное на планете Земля, ну вот я так изучив и, так сказать, могу уверенно сказать, что Сан-Марины действительно из себя это представляет уникальную страну. Страну-заставу, которая смогла вот в центре Европы так сохраниться. Ну и, соответственно, позиция такая дружелюбная населения, вот система самоуправления позволяет иметь свою позицию. И причем нет хозяина в стране, то есть нет ни на кого надавить, что называется. То есть, вот 40 династий имеют свою точку зрения, обсуждают ее. Кто-то там, на самом деле, имеет, ну, в общем-то, и прозападную там такую позицию, да. Ну, в основном все с уважением, с любовью к России. Ну, мы знаем, что можно приехать и говорить вообще на русском языке. Там очень много наших и дружелюбия. То есть, Сан-Марины не присоединил к санкциям коллегиально. Это было коллегиальное решение чего? Саэт Старейшин или какого органа? Ну, на самом деле, не было инициативы объявлять санкции. И, как вот есть информация от девяти министров, на самом деле, в стране нет единого руководителя страны. Два капитана Рыгента как представительная такая власть и девять министров по конституции все равны перед властью. То есть, чтобы, будем так говорить, вот этот совет единогласно принял какое-то международное решение, то надо им всем девятерым собраться. Вот. В общем-то, по сегодняшнему раскладу такого желания присоединяться к каким-то санкциям у Сан-Марины не существует. Поэтому, в общем-то, даже более скажу, полное дружелюбие к России. Спасибо огромное. Виталий Николаевич, вот вам вопрос. Когда началась волна вот этих вот антироссийских настроений и, скажем, таких акций со стороны западных государств, мы видим, что у нас внутри, наоборот, произошло сплочение. Все фракции в Государственной Думе выработали единую позицию в этом вопросе. Вы недавно были на юбилее лидера партии ЛДПР Владимира Вольфовича Жириновского. Вот. Как вам атмосфера и как вы считаете? Вот вы представляете Единую Россию, но тем не менее, вот, так сказать, сотрудничество ЛДПР. Будет ли, так сказать, вот и дальше продолжаться эта позиция единодушно всех фракций в этом отношении? Ну, вы знаете, спасибо. Добрый день еще раз за хороший вопрос. Я считаю, что у нас сегодня все фракции и люди, которые возглавляют эти фракции, да, я считаю, с большим опытом. Это профессионалы, я по-другому никак не скажу. Взять Владимира Вольфовича, да, он вообще уже в политике там, я не знаю, наверное, не родился в этой политике, так можно сказать. Поэтому те люди, которые сегодня, в принципе, у власти, вот, я именно внешнюю политику не внутреннюю не беру, а внешнюю, я считаю то, что много профессионалов и много делают для страны, в целом для государства. И наш президент, в принципе, да, это, по большому счету, он, наверное, все образец и для молодежи нашего, да, там, для подрастающего поколения. Он смог, в принципе, да, да, несмотря на то, что у нас сегодня, против нас сегодня объявили там войну и информационную войну, в основном информационная война идет, много там пишут пропаганды там по отношению к нам. Я считаю, что наш лидер, наш президент Владимир Владимирович Путин, да, смог объединить наших лидеров, вот, лидеров партии, там, где там, Единую Россию, там, нашего, там, да, господина Неверов, там, в ЛДПР Жириновского, там. Он смог объединить этих людей и в целом, да, я так скажу, если мы будем сегодня вместе, да, то тогда мы будем сильны, да, если мы будем держаться все друг за другом, все фракции, все партии будут сегодня идти в ногу в ногу, да, там, и мы не будем, да, как, допустим, а народ любит говорить там на Кавказе, пока вы там, грубо говоря, там деретесь, мы уже там делаем дела. Поэтому, я думаю, я считаю, что каждая партия, каждый лидер должен призывать своих депутатов, своих, там, единомышленников, сторонников делать какое-то совместное благое дело для страны, для народа в целом, потому что на нас ориентируется народ. И народ поверил нашего лидера, нашего президента страны. И наш президент, я думаю, он на сегодняшний день много уже сделал для страны. Вы вспомните, посмотрите, что было буквально 15 лет тому назад, в принципе, по большому счету, ну, с нашей страной никто не считался. Мы сегодня вышли на тот уровень, да, что мы, допустим, пускай эти станции, да, объявили эти станции, я не знаю, они, кому только эти станции на руку, понятно, кому они на руку, да, мы прекрасно понимаем, да, что и для чего все это делается. Но я могу сказать то, что по большому счету наша страна независима. Мы сегодня самая богатейшая страна, по большому счету. Мы не страдаем никакими, у нас самые большие энергоресурсы. Я с вами согласен, Николаевич, но вместе с тем есть вот какие-то свои особенности в том, что по уровню жизни, да, вот по человеческому капиталу, кстати, вот говоря, Юрий Олегович, вы специалист по такому понятию, как человеческий капитал, да, маленькая Сан-Марина, но уровень жизни, качество жизни, да, гораздо выше, чем в такой богатой России. Почему? Да, по данным ООН, Сан-Марина занимает второе место в мире по индексу развития человеческого потенциала. Это действительно показатель того, как устроена, обустроена республика. И разрыв между бедными и богатыми, конечно же. Ресурсов на самом деле нет практически. Только туризм, чуть-чуть финансы, нумизматика, сельская хозяйство и так далее. Очень видно, когда находишься в республике, видно, насколько низкие административные давления на бизнес, на предпринимательство. То есть режим максимального благоприятства. Да, да, да. Ну и это, конечно, позволило, за счет чего произойти такому? Это высокая степень самоорганизации, полагания на свои силы, ответственность, на самом деле еще и традиции. В общем-то, наверное, это самый главный залог того успеха, который длится так долго. Вот скажите, пожалуйста, а вот этот опыт уникальный Сан-Марина, он может быть экстраполирован в России? Вот сегодня мы, у нас какой вот курс? Мы как демократическое, так сказать, государство, авторитарное, или мы, так сказать, запущенное, так сказать, коррупционное государство? На ваш взгляд? Ну, на самом деле, Россия вынуждена сейчас, действительно, такой транзитный переход, вынуждена сейчас быть мобилизованной, и действительно, президент совершает то, что собирает, что называется, все ресурсы. Векий модернизационный рывок. Да, да, да. Ну, модернизации маловато, так что, если критику так наводить, то, конечно, в военной отрасли видим сильное восстановление, да, вот показательно, что было в последней операции. Вот, ну, и дух чувствуется, что другой, вот, но надо понимать, что дальше нужна гражданская инициатива, такая вот гражданская успеха в гражданском секторе, вот, и мобилизация, ну, уже такая по всему фронту, чтобы население, каждый почувствовал свою нужность, чтобы был смысл жизни, чтобы у каждого мужчины было понятие, что он, каким образом он может служить своей родине. Дети были воспитаны в духе служения стране, да, будущему. То есть, вот, то, что требуется для, вот, свершения великих, и что нам помогало... Такой идеологический, психологический климат. Да, 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 вот этого нам не хватало, нам в Конституции идеологию отменили, но, самое интересное, в Конституции не сказано, что идеология не может быть на региональном уровне. То есть, мы можем унифицированную, единую провозгласить идеологию, которую примут на уровне регионов, и нам это никто не запрещает, а ее нам не хватает. Вот, вот, с этого надо начинать. Хорошо, спасибо. Виталий Николаевич, вот, если мы зададим вопрос так, что в чем сегодня запас прочности российской цивилизации, в мудрости руководителя, да, нашего Владимира Владимировича Путина, в команде, которую окружают, в ресурсах, которыми обладает страна, или все-таки, вот, в каких-то других вот факторах, вот, в чем вы видите запас прочности? Ну, вы знаете, мне кажется, вы сами на эти вопросы уже ответили. Ну, во-первых, запас прочности, то, что мы, опять же, ни от кого не зависим, у нас все для этого есть, у нас сегодня своя электроэнергия, свой бензин, у нас свой торт, свое золото, у нас все есть, мы по большому счету, вот, то, что станции, которые вы против нас объявили, по большому счету, мы можем как-то и без этого прожить, и никак не пострадает. Сегодня все эти богатства, они принадлежат России, либо вот какой-то, все-таки, незначительной группировки людей, которыми управляют, на ваш взгляд? Ну, я вот так скажу, вопрос, конечно, вы такой задали серьезный и глобальный, я думаю, что на этот вопрос даже вы на него не ответите. Ну, понятно, что здесь за каждым каким-то направлением стоят какие-то определенные люди, все ясно, все понятно, вот, ну, я вам так скажу, мы всегда должны ориентироваться только на одного, наш лидер, наш президент. Вот, пока на сегодняшний день у нашего народа есть кредит доверия к нашему президенту, и в том числе у нас, у политиков, и у молодых политиков есть кредит доверия, и мы, в принципе, поддержим его курс, по которому он идет, да, я думаю, тогда мы будем, в принципе, сильные, и нам станции по большому счету никакие не помеха. Спасибо. Вот о молодых политиках говорил Виталий Николаевич, который сам является, кстати, образцом такого успешного молодого политика, яркого, вот, как вам кажется, вот в Сан-Марино вот есть вот этот инструментарий, механизм выпестовывания лидеров, которым мы могли бы позаимствовать? Ну, в Сан-Марино, во-первых, университет есть, как кузница кадров, вот, ну, конечно же, сейчас новая экономика предъявляет новые требования к специалистам, и, конечно же, человеческий капитал, конкретно, государство должно складываться из тех специалистов, которые самые востребованные сегодня в мире, или тех, которые именно на этой малой родине могут быть самореализованы. Ну, на самом деле, от универсальных решений нет, мы там понимаем, что, допустим, Силиконовая долина такая вот вся успешная, или еще какие-то такие центры, нам нужно создавать центры притяжения в каждом регионе, то есть у нас, по сути дела, Силиконовая долина должна быть в каждом регионе, не обязательно, что она именно хай-теком занимается. Огромное спасибо, вот на этой такой актуальной фразе, Силиконовая долина в каждом регионе, мы прервемся на рекламу, и потом продолжим, оставайтесь с нами. Дорогие друзья, мы продолжаем обсуждение актуальной темы «Запас прочности российской цивилизации». Виталий Николаевич, вот такой вопрос. Вы присутствовали на юбилее Владимира Волфеича, я тоже был там, мне показался, какой-то особый дух такая, атмосфера единения все-таки охватила всех. Как вы почувствовали? Вы знаете, там настолько было много народу, я даже сам там растерялся, честно. Я когда шел, и когда у него шел по этой красной ковровой дорожке, там все ему аплодировали, и все стояли единомышленники, сторонники, все были, ну знаете, как будто шел, не знаю, там, такой полководец, настоящий такой воин такой. Ну, приятно было, на самом деле, атмосфера была хорошая, и я его лично сам поздравлял, не только я тебе его поздравлял, приехал со мной мой друг, мой, как говорится, там, однокашник, мы с ним вместе учились в Академии при президенте, это Руслан Султанович Хуутиев, руководитель полупресса Республики Ингушетия, при президенте Российской Федерации. Мы с ним приехали от лица Юнбек Бамат Гиреевича поздравить. Евкурова, глава Республики Ингушетия. Республика, мы лично приехали его поздравить, подарить подарки какие-то, пожелать какие-то хорошие, наполненные слова. Владимир Вольфович нас подошел, встретил, мы друг друга поздравили, ну там все было настолько быстро, мимолетно, ну, в принципе, праздник, вы сами понимаете, да, там был, за мной стояло еще очень много-много народа, которые также хотели его поздравить. Поэтому мероприятие, на самом деле, прошло, я думаю, на уровне, там были все политики, зачем говорить, то, что, да, партия ЛДПР, опять же, да, люди, сторонники и те люди, которые туда пришли, наверное, поддерживают курс. Мощный ресурс, да, который служит сегодня Россией, я с вами согласен абсолютно. Да, я сам, если честно, я поддерживаю все его направления, он по большому счету хороший политолог, я иногда смотрю его лекции, о чем он говорит, и по большому счету он иногда, он всегда заходит в историю нашего государства, и его всегда именно приятно слушать. С другой стороны, многие прогнозы его сбываются, он безупречный аналитик. Вот такой вопрос, Юнсбек Баматгиревич Евкуров, как мы видим, вот в заседании госсовета всегда сидит с нашим, Владимир Владимирович Путин, первым лицом государства, с нашим президентом, мы видим это кредит особого доверия к нему, как герою России, да, и вот этот прорыв на Приштины, с которым ассоциируется, вообще, наверное, облик Евкурова, как героя, десантника, вот, он был повторен в новейшей истории в виде вот прорыва, еще такого, огромного прорыва, в виде присоединения Крыма. На ваш взгляд, оценено ли по-настоящему, вот, современниками, вот, эта отправная точка в нашей истории? Я, Юнсбек Баматгиревич, в ближайшее время увижу, я хотел, на самом деле, обсудить такой вопрос, и я считаю то, что наш президент Российской Федерации, Владимир Владимирович Путин, достоин звания Герой России. Я считаю то, что вот мы вернули Крым, это все заслуги его. То, что мы, опять же, помогали Сирии, да, опять же, заслуги его. И я считаю то, что этот человек, может быть, конечно, он, там, не знаю, там, его, там, в силу скромности, да, он стесняет, ну, не то, что он, а те люди, которые рядом его окружают, наверное, как-то или стесняются об этом сказать, или просто заявить. Я считаю то, что мы в ближайшее время выйдем к Крым Баматгиревичу, чтобы он вышел с инициативой к президенту Российской Федерации, или к министру обороны Шайгу, чтобы именно наградить нашего президента и вручить ему почетное звание Героя Российской Федерации. Просто все об этом молчат, а я считаю то, что об этом нужно говорить, и это показатель, и я думаю, что наш президент именно достоин иметь звание такого Героя Российской Федерации. Все имеют, практически, да, там, министры, заместители, они все имеют это звание. Государственные награды, такие как Орден Андрея Пивозанова и Героя, действительно, России, не вручались Владимиру Владимировичу Путину. Ваша точка зрения, вот, в этом понимании? Национальный лидер должен иметь награды, которые он заслужил, понятно. Если народ выдвигает, значит, должно. Это признание, это момент признания. Ну, вот, интересно, что вот Евкуров, Юсбек Бамадгиревич, действительно, является собой опыт такого уникального сегодня чиновника, да, вот, если к вопросу, там, о коррупции, антикоррупционной, так сказать, антикоррупционной платформе, который сумел навести порядок в республике, да, и недавно состоялся круглый стол Ассамблей народов России, Наша Родина Россия, да, где рассказывалось о народном художнике, в том числе Ингушетии, о его творчестве, Александр Александрович Шилов. Вы были присутствовали, что вы могли бы сказать? Да, Александр Александрович Шилов мой друг, и мы вместе реализуем проект Наша Родина Россия, передвижная выставка по регионам. И в каждом регионе главы регионов открывают выставку, и в том числе, вот, в Чечне была выставка, сейчас готовится в Ингушетии, в Дагестане, в Калуге. И так мы идем по регионам. В общем-то, выставка настолько интересует и мобилизует наш народ, именно духовную силу поднимает, потому что в виде этого пейзажа, нашего русского пейзажа, ну, там есть и кавказские пейзажи, равнодушных нет. Это понятно, что это, вот, какое-то замирание, восторг, растворение, и те эмоции, которые помогают вспомнить и внутри себя ощутить, и любовь к Родине. Это действительно патриотизм, настоящий патриотизм, который, вот, пробуждается и напоминает. Я абсолютно согласен, вот, для вас культурный потенциал России, это тоже запас прочности? — Обязательно. Это духовный, культурный потенциал, это и есть, я хотел об этом специально сказать, это действительно наша самая главная защитная реакция русского народа, я считаю. Вот эта память, это то, что мы держим эту оборону, это и есть наша самая главная способность выжить. И главное, что показать всему миру, как надо жить. Это действительно во многом просто простые человечные традиции, которые нам предки передавали, которые их, так сказать, нарабатывали годами. Здесь вот как раз республики Кавказа, я вот много бываю в командировках именно по Северному Кавказу. Ну, мы еще скажем слово спасибо нашим народам Северного Кавказа за то, что они хранят традиции, за то, что они умеют хранить традиции, это особо. Вы согласны, Виталий Николаевич? Я не только согласен, я так же, как и вы, наверное, бываю постоянно на Кавказе. Я вам даже приведу пример. Я когда приехал, была вахта героев Российской Федерации, мы приехали в Ингушетию, нас Юрий Бомангиревич сам лично встречал, все руководители Ингушетии Магас нас лично встречали. И на следующий день мы поехали по школам, по селам общаться именно с молодежью. И я вам так скажу, там все эти традиции, они еще заложены, и они еще остались. И дети в школах, они знают каждого героя Российской Федерации. И чтят. И я даже, они даже, не то что, их даже ночью подними, они им как ученик наши, как молитву, расскажут про каждого своего героя. И я считаю, что там настоящие патриоты, руководители, которые там находятся. Юзбек Бомангиревич сам, по большому счету, показатель или образец. Это настоящий герой, патриот, это такой русский полководец, это человек, большой буквы, я по-другому как не назову. Потому что там настолько духовная такая составляющая, знаете, там, ну просто вот, ты когда начинаешь с ними общаться, и с политиками, и в целом там с людьми, все так же ориентируются там на главу республики, потому что делают много для республики. Мы недавно там открывали Аланские ворота, например, были на открытии, там нас пригласили тоже как почетных гостей. И я считаю, что там все традиции, которые на Кавказе, не только и в Агушетии, но она в целом по Северной Кавказу, да, там, и там Чеченская республика, там, вы посмотрите, да, там, президент, там тоже глава республики, что там делает, Розанович Кадыров, по большому счету, он тоже там много там уделяет времени, там, и спорт, и учиться, там, ну там, по большому счету, я не знаю, на Кавказе, вот, на самом деле, там именно вот, что такое патриотизм, это, знаете, как вот просто вот пойти покушать, там, и там к этому относятся настолько суеверно, и уважение к старшему, там, ищите своих предков, ну, я считаю, это дорогого стоит. А Низбер Банаджгериев-Ефкуров, он тоже лично поздравлял, да, Владимир Банаджгериевичу в день его юбилея, удалось, состоялся? Низбер Банаджгериевич сам, он там, нет, он там сам лично не присутствовал. Нет, ну, по телефону не удалось. Значит, он не удалось его по телефону поздравить, значит, мы когда подошли, там действительно много было народу, прессы, мы не смогли этого сделать по одной причине, потому что, ну, как бы, регламент никто еще не отменял, хотелось бы то, чтобы там люди, которые сзади стояли, там тоже стояли, там и заместители министров, и полупреды, и артисты, и звезды, не хотелось, чтобы нам там, как сказать, ребят, ну, давайте прикосить. Ну, в любом случае, состоялось это теплое поздравление. Юрий Валерьевич, вот вам такой вопрос. Вот эта выставка и проект «Наша Родина, Россия», я так понимаю, что она направлена на межнациональное согласие какое-то, да, то есть это тоже какая-то часть мудрой политики такой, дипломатии, да, народной дипломатии? Ну, я считаю, что это наимудрейший, наверное, такой способ единения народов, и мы видим, что в Чечне 10 тысяч человек с лишним посетили эту выставку, наблюдая русский пейзаж в сочетании с кавказским пейзажем, ну, это было действительно знаменательно для каждого человека и притягательно, и, конечно же, в эти минуты, ну, происходит единение, поэтому вот с помощью такой выставки каждый регион должен такую выставку провести, причем Александр Александрович Ширилов, он просто как образец, вот он, по сути дела, нарисовал свою, написал свою «Малую Родину», то есть это Сокольники, это Лосиноостров, да, узнаваемая вся глубинка российская, но на самом деле мы должны пополнить, дополнить такими же пейзажами любого региона. Можно найти художников, и они есть, и просто надо это выстроить как политику. Вот у вас уникальный все-таки статус, вы являетесь российским гражданином, и послом иностранного государства сегодня работаете, действительно скрепляете вот эти узы между нашими странами. Я знаю, что вы работаете над культурным режимом России, и планируется выставка работы Шилова также в Сан-Марино. Обязательно. Следующий шаг будет международной такой вот презентации России, русского пейзажа, как такого характерного, наверное, образа России, понятного для каждого. Я могу так сказать, что у нас уже прошла в прошлом году выставка рисунков детских, как раз накануне Дня Победы. 20 детишек привезли с собой рисунки «Мама, папа, я, дружная семья», на которых были аппликации из фотографий их бабушек и дедушек с орденами. То есть выставка носила на заднем и в ответе за всех. И, по сути дела, мы так предвосхитили День Победы, 70-летие, вот таким способом. И дети из самаринских школ очень внимательно смотрели, под таким впечатлением оказалось, что они сейчас прислали нам свои работы на наш уже конкурс, на российский. И у нас уже завязались такие дружеские отношения. Ну что ж, замечательно. Виталий Николаевич, вам завершающий такой вопрос. Недавно вы были, в том числе на Донбассе, посещаете горячие точки. Был такой расчет коварный западных государств и спецслужб, что вот эта инспирированная на Украине война гражданская приведет к обрушению всех устоев российской цивилизации, но получили адекватный ответ. Как вам видится, вот там пульсирует сегодня русский дух, вот эта русская сила. Есть ли там запас прочности, блеск надежды в глазах людей? Я вам так скажу, ну я уже там с основания, как все это началось, мы помогаем, мы поддерживаем, приезжаем ребят духом, для них тоже, знаете, это очень важно, когда приехать на передовую, поддержать чисто морально. Потому что там, да, там верят в Россию, верят в наше светлое будущее, они хотят именно присоединиться к нам. Они вообще, я вам так скажу, верят в нашего президента. Честно, говорю, как есть, потому что я с ними общался, вот, и вот последняя встреча была у меня с командиром Сомали, позывной Гиви. Вот это вообще уникальный парень. Ну вот обязательно, Виталий Николаевич, расскажем в следующей программе про него. У нас, к сожалению, пора завершать нашу программу. Мы все верим в нашего президента. На этой такой, действительно, важной ноте мы хотели бы завершить. У нас есть запас прочности, и мы присоединяемся к инициативе о присуждении государственной награды Владимира Владимировича Путину, героя России. Всего вам доброго, формула вероятности, оставайтесь с нами. Продолжение следует...